Доброе утро! Давайте в исходное положение. Мы начинаем. Зарядка – комплекс физических упражнений, выполняемых, как правило, утром с целью разминки мышц и суставов. Для того, чтобы заставить организм работать и оптимально функционировать весь день, надо его сначала разбудить. Для этого есть несколько простых упражнений, которые можно делать дома, причем без кристального надзора фитнес-инструктора. Итак, начнем. Ставим ноги на ширине плеч, левую руку ставим на пояс, правую поднимаем вверх и делаем наклоны влево. Закончили упражнение. Ставим ноги на ширине плеч, руки собираем в замок перед грудью и делаем повороты вправо-влево. Тем самым мы будем размыть мышцы нашей поясницы. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Сейчас мы будем с вами делать выпады вперед. Левая нога вперед, правая нога согнута. Делаем пружинистые упражнения. В том же самом положении тянемся вперед. Поменяли ноги. Опять начнем с пружинистых упражнений. И тянемся вперед. Закончили упражнение. Старайтесь выполнять упражнения для пресса каждый день. Ложимся. Руки заводим за голову. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Закончили упражнение. На этом разминку для утренней гимнастики можно закончить. Вы проснулись, ваш организм готов к предстоящему рабочему дню. Анна Маргинчева, Олег Писаренко, Межан Хашгиреев. Специально для Доброго Утро. Телеканал ТДК-42. От старых вещей нужно избавляться. Этот маленький закон знают все, но, однако, не все готовы расстаться со своим скарбом. Что ж, на антресолях и шкафах нас всех ожидают очень интересные вещи, с которыми нужно давно попрощаться. Почему же нужно выбрасывать старое, вы узнаете прямо сейчас. Есть закон изобилия. Чтобы пришло новое, нужно избавиться от старого. Иначе для нового вселенной, Бог, как хотите, не видит место, куда вам это послать. В Китае есть поговорка «старое не уйдет, новое не придет». По фэншую старые вещи, хлам, мусор, не дают течь свободной живительной энергии ци. И поэтому ни о каких переменах в жизни или новых вещах не может быть и речи. Еще одно заключение. Когда мы надеваем старую вещь или брызгаемся духами, которыми давно не пользовались, или слышим музыку из прошлого, нас буквально возвращает в прошлое. Это элементарное НЛП. Все это, так называемое, якоря эмоциональные. Со старыми вещами, духами, одеждой, да и всем связаны какие-то воспоминания. И они автоматически воспроизводятся при контакте с якорем. Но дело в том, что появляются не только эмоции. В нас появляются старые мысли. А вот это очень опасно. Ибо мысли, как мы знаем, формируют жизнь. Вот мы и формируем жизнь старыми мыслями. И получаем не то, что хотим. Держась за старые вещи с мыслями, а вдруг не будет денег, чтобы купить новое, и у меня больше никогда такого не будет, мы резонируем с ментальностью бедных и получаем бедность. Если мы спокойно выбрасываем ненужные вещи с мыслями, куплю еще или вселенная даст мне лучше, мы резонируем с ментальностью богатых и получаем богатство. Многие и достаточно молодые люди жалуются на боль в спине. А вся проблема в искривлениях позвоночника. Мы знаем, что уже со школьной скамьи дети выходят с неровной спиной. Но как же сделать так, чтобы ваша спина никогда вас не подводила? Мы решили узнать все о здоровье позвоночника и убедились, что здоровый позвоночник – это просто. Возьмите себе за правило делать очень простое упражнение. Встаньте спиной к вертикальной поверхности, например, к стене. Обязательно касайтесь ее одновременно затылком, немного опущенными плечами, лопатками, ягодицами и пятками. Постойте около минуты, запомните положение тела и, сохранив его, отойдите от стены. Это и есть правильная осанка. Несколько раз в день поправляйте свою осанку. Пусть ваши мышцы запомнят ее. Не кладите ногу на ногу. Это вызывает боль в нижней части позвоночника, нарушает кровообращение и может даже привести к заболеваниям в области малого таза и половых органов. И не садитесь резко со всего маха на стул. Этим вы каждый раз наносите удар по позвонкам, отчего повреждаются хрящевые поверхности и диски. Если вам приходится долго стоять, например, в очереди или в транспорте, не забывайте менять позу каждые 10 минут. Опираться нужно по очереди на каждую ногу, чтобы на них попеременно приходилась масса тела. Ходите на месте. Время от времени полезно вытянуть руки вверх, прогнуться назад и сделать глубокий вдох. Вы сразу же почувствуете, как уменьшилось чувство усталости и ощутите прилив энергии. Поднимать тяжести надо двумя руками. Спина при этом должна быть прямая. Не наклоняйтесь ни в одну сторону. Боль в спине и плохое настроение тесно связаны. Не уходите в свои проблемы, обиды и переживания. При плохом психическом состоянии изменяется тонус кровеносных сосудов, что в свою очередь может ухудшить кровоснабжение в уже затронутых недугом нервных окончаний, что и приводит к болевым ощущениям не только в области спины. Боль может отдавать, например, в руку или ногу. Доброе утро всем, кто только что включил свои телевизоры. Мы расскажем вам прямо сейчас о шапках. Пожалуй, именно этот аксессуар сейчас необходим каждому, ведь здоровье ваше зависит в первую очередь от того, как вы одеваетесь. И пренебрегать главными уборами ни в коем случае не стоит. Рубрика «Будьте красивы» сегодня нам расскажет о самых актуальных моделях. Как выбрать шапку, чтобы ее хотелось носить, а не забрасывать в дальний угол? Зимой ходить без головного убора просто опасно для здоровья, поэтому шапкой нельзя пренебрегать. В то же время для женщины важно всегда быть красивой и уверенной в себе. Надев на себя ненавистную шапку, редко кому удается чувствовать себя королевой. Для того, чтобы навсегда забыть о неудобствах, связанных с зимней шапкой, важно научиться выбирать ее правильно. Поэтому шапка должна сочетаться и с пуховиком, и пальто. Для девушек с треугольной формой лица надо выбирать небольшие головные уборы. Шляпки, береты, вязаные шапки со специальными ушами. Шапка должна быть как можно объемнее, облегающей модели не для вас. Круглолицым барышням надо выбирать большие шапки с козырьком. Важно, чтобы в головном уборе были яркие, асимметричные элементы декора. Можно подобрать шапку-ушанку, так как уши будут прикрывать щеки, делая лицо ужа. Для овального лица идеальным вариантом будут кепки, а также шапки, пересобранные на затылке. Если у вас высокий лоб, не стоит носить короткие, небольшие шапки. То есть лучше, чтобы шапка была свободной и объемной. Большеносым дамам надо выбирать береты. Они помогут скорректировать неправильные черты лица. Желательно, чтобы цвет головного убора подходил для вашего лица. Серая шапка бледную кожу сделает нездоровой. Поэтому старайтесь, чтобы цвет шапки делал вас молодой, свежей и красивой. Темненьким девушкам прекрасно подойдут такие оттенки, как темно-фиолетовый, черный и белый. Также можно выбрать более сочные цвета – бирюзовый, гранатовый и малиновый. Блондинкам со светлой кожей лучше отказаться от темных тонов. Для вас прекрасным вариантом будут все оттенки персикового, бежевого и коричневого. Ярким рыжим девушкам надо выбирать шапки зеленого, серого и синего цветов. Красный лучше не носить. Все мы любим себя побаловать различными фруктами и ягодами. Однако, ваше удовольствие будет вдвойне приятным, если вы будете знать, чем еще полезны эти самые фрукты и ягоды. Через несколько мгновений вы узнаете все-все полезные свойства. Дорогие друзья, не переключайтесь. В плодах содержится серотонин, играющий важную роль в функции нервной системы. Является поливитаминным концентратом, обладает освежающим вкусом, содержит антиоксиданты, расслабляюще действует на желудочно-кишечный тракт. Персик. Мякоть плодов очень питательна и легко усваивается. Считается деликатесным фруктом. Усиливает деятельность желудка и способствует усвоению жирной пищи. Авокадо. Фрукт с нежно-масляной мякотью. На вкус, как орех. Богат витаминами В и Е. Является жирным и калорийным фруктом. Высокая питательная ценность. Откладывает старение организма, так как содержит большое количество масел. Черешня. Сочные сладкие плоды, богатые пектинами и яблочной кислотой. Содержат витамины С, ПП, каротин, В1 и В6. Являются источником калия, фосфора, кальция, йода и фтора. Обладают общеукрепляющим действием и способны улучшать аппетит. Яблоко. Употребление яблок снижает вероятность рака кишечника, легких и простаты. Содержит калий, фосфор и витамин С. Как и все плоды, богат клетчаткой, которая способствует перистальтике кишечника и нормализации обмена веществ. Хурма. Сладкий фрукт, вяжущий на вкус. Имеет большую пищевую ценность. В составе витамины А и С, яблочная и лимонная кислоты, железо, кальций. Успокаивает нервную систему, повышает работоспособность, тонизирует. Вишня. Ценный диетический продукт. В этих плодах содержатся кумарины, способствующие свертыванию крови, предупреждая инфаркт. В вишне содержится большое количество полезных веществ. Витамины А, С и ПП, фолиевая кислота, антоцианы и другие. Лимон. Плод снижает кислотность желудка. Богат витамином С, действует как антисептик и антиоксидант. Обладает тонизирующим действием и стимулирует пищеварение. Усиливает выработку эндимов и соков. И нашу сегодняшнюю программу закончит рубрика «Полезные советы». Небольшие хитрости, которые, несомненно, пригодятся вам в жизни. И уверена, что если в трудную минуту вы вспомните об этих советах, то все вам покажется проще и быстро уладится. Ну что ж, дорогие друзья, вы готовы к новой порции полезных советов. Если вы порезали палец и у вас нет под рукой перекиси водорода или другого необходимого средства, чтобы остановить кровь, посыпьте ранку сахаром. Кровь немедленно остановится. Запах масляной краски, который держится в квартире после ремонта, быстро исчезнет, если в нескольких местах поставить тарелки с солью. Не выливайте воду, в которой варились овощи. Остудите и полейте этим отваром комнатные растения. Если картофель варится в мундире, проколите кожицу в нескольких местах. Он не рассыплется. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напомню, на календаре сегодня 29 октября, среда. И я уверена, что у вас уже хорошее настроение, ведь эти полчаса вы провели в нашей компании. Мы постараемся, чтобы ваш каждый день начинялся именно с такого заряда положительных эмоций. И чтобы весь оставшийся день вас буквально преследовала улыбка. Всем отличного настроения, хорошей среды и до скорых встреч.